Как наказать чиновников за отписки на обращение граждан? Как привлечь к ответственности главу администрации за ответ не по существу изложенных в обращении граждан вопросов? С вами сегодня буду я, юрист и эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. Итак, Федеральный закон от 2006 года номер 59 о порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации обязывает должностных лиц обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, запросить необходимые для его рассмотрения документы и материалы в других государственных органах, органах мест самоуправления и иных должностных лиц, дать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов. Письменное обращение, поступившее в госорган, в соответствии с их компетенцией должно быть рассмотрено в течение 30 дней со дня его регистрации. В исключительных случаях, а также в случаях направления запроса о предоставлении документов и материалов, необходимых для рассмотрения, срок рассмотрения может быть продлен, но не более чем на 30 дней с уведомлением об этом заявителя. Административная ответственность за нарушение порядка рассмотрения обращения. Итак, на должностных лиц вложена обязанность по обеспечению объективного всестороннего своевременного рассмотрения обращения, а также направления ответа по существу поставленных в обращении вопросов. В случае, если проверка доводов обращения не проводилась, подготовлен формальный ответ не по существу изложенных в обращении вопросов, должностное лицо может быть привлечено к ответственности за такое нарушение. В соответствии с статьей 5.59 КОАП, нарушение установленного порядка рассмотрения обращения граждан должностными лицами влечет наложение административного штрафа от 5000 рублей до 50000 рублей. Для привлечения к ответственности главы администрации следует обратиться с жалобой в прокуратуру. А вам приходилось сталкиваться с подписками чиновников? Пишите в комментариях. Подписывайтесь на канал, делитесь публикацией с друзьями в соцсетях и мессенджерах, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве.